Патруль в загородном парке Лесники осуществляют каждый день. Только если раньше ограничивались предупреждениями, то сейчас дело гораздо серьезнее. Когда было постановление принято, изначально речь шла о профилактических мероприятиях. То есть больше было направлено на пресечение правонарушений, то есть извещение граждан о запрете. То есть мы проводили профилактическую работу. В настоящее время ситуация не позволяет сказать то, что становится лучше. Поэтому непосредственно теперь возбуждаются дела на стратегических правонарушениях. Такой штраф составляет от 1000 рублей до 30 тысяч. Протокол Лесники сначала отправляют в надзорные органы, а после чего он попадает в суд. И уже там назначается конкретная сумма штрафа. В основном, я бы сказал, что все-таки проход действительно, поскольку здесь нам попадались сотрудники со справками о том, что от работодателя прошли. И вот в первый день, конечно, народу было, наверное, самое максимальное, поскольку люди еще, ну, не то, что не знали, а все-таки есть какое-то то, что в форме люди идут, в другом немножко отношении, понимают, что надо как соблюдать законодательство. Как правило, людей больше в теплую и солнечную погоду. А вот в такую, как сегодня, в облачность парк полностью в распоряжении пернатых и пушистых. Часто на такие рейды вместе с лесниками приезжает и министр лесного хозяйства. Если есть возможность с людьми поговорить, все-таки понять, вот логику, вот, ну, или действительно до людей информации не доходит, в чем я весьма сомневаюсь, вот, увидеть, какая категория более подвержена, будем сказать, которая нарушает. Вот это основная. Ну, и посмотреть, действительно, ребята, вот уже, я не первый раз здесь, говорят, что немного в нашем загородном парке. Наверное, это хорошо. Проверяют всю территорию парка от входа до береговой линии. До 1 апреля контроль за соблюдением режима самоизоляции в парках, в том числе, был в полномочиях полиции. Сейчас же лесопарк в зоне ответственности лесников. Последние две недели они вступали в полномочия. В ближайшее время именно они могут наложить штраф за прогулку на свежем воздухе. Но главная цель, говорят инспекторы, это не наказание, а, напротив, обеспечение безопасности самарцев в условиях повышенной готовности распространения коронавирусной инфекции. Мария Левина, Константин Головин, События.